Я так правильно понимаю, что это Бакинский дом? Это да, это мне мой когда-тошний комсомольский начальник, а потом многолетний друг Юра Мамедов на день рождения заказал вот это, как я понимаю, совсем невысокие, может быть, художественные качества работы, но это вот именно мой дом на улице Петромонтина. Бывшая азиатская, а сейчас вот сад Гулиева. Понимаешь, это тоже интересно. Вот ты говоришь, вот в этом доме было 9 квартир, и жили люди 11 национальностей. И понимаешь, вот это правда, что мы отмечали все праздники друг друга, и азербайджанский Новосбайран, и русскую пасху. Но это продолжение разговора. А с этим еще не понимаешь, но это же правда, это было каждом дворе. А вот я слышал историю, что то ли с соседями, то ли с одноклассниками, то ли с сокурсниками была встреча в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Да, так с... С ума может сойти. Понимаешь, был там, есть парень. Я сейчас по своему следу, вот, понимаешь, поскольку вопрос... Так с кем вы? С соседями? Нет, 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 нет. В моей любимой первой школе, которая в четырех кварталах от моего дома, на улице Толстого, угол Гоголя, почему я потом говорю, сейчас ты узнаешь. Была моя любимая первая школа, но была отличная конкуренция равной школы. Юля учился в 160-й, а меня не взяли в эту школу, потому что мне было 6 лет, и очень строгий директор школы Юрий Петрович Курдюм сказал, что он слишком мал, в 6 лет пусть идет в другую школу. Ну, я взял, взяли в первую школу, поскольку там более гуманный директор, он был учитель, который меня взял. Ну, хорошо. Так вот, первая суббота, февраль месяца традиционная встреча выпускников. И выпускник первой школы, там, лет через 10, пусть у меня он заканчивал, он показался в Нью-Йорке, он грузинский еврей, по-настоящему, насколько я понимаю, и он идет в ресторан на Брайфене. И он решил собрать живущих в Америке, не живущих в Америке, списался со всеми с кем мог, он оплатил билеты преподавателям, директору школы. Ты знаешь, я прорывал весь вечер, понимаешь, потому что вот собрался, наверное, человек 150, ну, там, естественно, были какие-то москвичи, ну, естественно, бахильцы. Вот он вот решил такой устроить, праздник у москвичков первой школы. А вот я ведь к тому, что уехали очень многие. Да. Там же все-таки половина из этих 150, они, билеты им покупались не трансатлантические, а внутренамерские. Ну, конечно, это событие, которое ты сказал, конца 80-х, я говорю, они, эти события, они, знаешь, вот они потряслили это дерево, на которых на разных местах следили люди разной национальности. И, конечно, уехали все армяне, и, конечно, уехало много евреев, из Бакова вообще не было еврейской миграции, чтобы я поняла, вопросу не было. Вот до этих событий, а так, ну, знаешь, люди сказали, а вдруг, а вдруг, а что, а как же так, понимаешь, разлом, понимаешь, вот разлом предсоветской эпохи и уже потом самого Советского Союза, он, конечно, знаешь, прошел такой, знаешь, межой через все семьи, да, Криноч? Вот, ведь, наверное, главное, назвали там, что, так сказать, чиновение Советского Союза, самая большая политика 20-го века. Вот если это слово «катастрофа», как самая большая политика «катастрофа 20-го века» использует этот термин, как бы принять его за основу, то главное, мне кажется, печаль этой катастрофы, что оказалось огромное количество семей волей судеб, волей настроения, может, какого-то минутного, минутных обстоятельств, оказались в далеке своей родины. Кроме того, что многие семьи оказались просто разрублены, там, прибалтийские семьи, какие-то иные семьи, там, азиат, но еще люди просто оказались вообще очень далеко. И потом, может, у них были какие-то мысли, но уже жизнь пошла по-другому. Вот это, знаете, вот этот разлет. Я скажу такую вещь, парадоксальную, может быть, и не очень, может быть, такую актуальную. Ты знаешь, я, вот, далеко не все наши зрители, наверное, помнят, что была такая формула, что общность людей, советский народ шелся. Это такая обществ людей, единая обществ людей. Вот я думаю, что, если, кстати сказать, советский народ не расплатится, вот, что... Еще бы лет 20. Еще бы лет 20, совершенно согласно согласно, то вот это бы понимание, такое, понимаете, вот такое мультикультурное явление... Амеликанцы же смогли. Совершенно. И у нас бы это, и у нас к этому шло. Может, сейчас некие элиты национальных республик со мной не согласятся, может, мне согласятся многие зрители. Но я убежден, что такое понятие, как советский народ, шло, оно рождалось. Советскому Союзу не хватило, мне кажется, четверти века существования, чтобы сие, эта общность была в обратном. Чтобы я советский. Да, я советский, гомо-советику. Вот мне так кажется, понимаешь, потому что к этому шло. И русский язык действительно был языком междунационального общения не только в Москве, не только в русскоязычном Баку, но и в той же Прибалтике, в той же Средней Азии. Это все вместе был пример. Вот про Америку мы говорим. В Америке есть Гусман, такой, который, журналист, который беседовал бы с сотнями правителей всего мира, с султанами. Есть великий, конечно же, Ларри Кинг. В студии? Не, ну, на что я знаю, он, конечно, беседовал на порядке, сделал больше этого, чем я. Но, насколько я могу судить, у него было на порядок меньше глав государства. Так вы у него, я же про специализацию говорю, а не про... Ну, это в конкретном жанре, насколько я знаю, нет ни одного журналиста на земле, у Кода, который бы сделал бы даже половину таких количеств глав государства, который сделал я. Это нескромно, но пусть это прозвучит в вашей программе, сэр. Это справедливо. Огромное спасибо. Спасибо.